В эфире телеканала Самара Гиз при своем мнении. Инга Пеннер, здравствуйте. Исцеление любовью. Обыкновенно журналисты стараются избегать таких пафосных фраз и заголовков. В них всегда слышна фальшивая нотка, но в данном случае сами убедитесь, других слов не подобрать. Есть такие истории, мимо которых невозможно пройти. История многодетной семьи, где из шести отпрысков четверо приемные и все четверо инвалиды как раз из таких. Всю эту шумную компанию «Дети есть дети» воспитывает Наталья Кожаева. Одна в частном доме на окраине Самары в Зубчининовке. Но язык не повернется назвать ее «матерью-одиночкой». Для своих детей она с первого дня стала, как в том советском фильме, и матерью, и отцом, и лучшим другом, и даже лекарем. Чай пить пойдем? А, так. Я тоже буду. Правильно, дай-ка. Иди ногами. А он без костыля лучше ходит. Это у нас солдат. Только ножки ровно ставь. История этой большой семьи началась в мае 13-го года, когда в доме появился шестилетний Степка. Правда, тогда он не то что с костылями ходил, совсем не передвигался. А его умственное развитие остановилось на уровне двух-трех лет. Сейчас его инвалидная коляска пылится в огороде за ненадобностью. И никто уже больше не назовет его олигофреном в стадии дебильности. Такой ярлык ему приклеили в детдоме. История. Только бы целовались бы. Нам больше ничего не надо. Нам только целоваться с мамой. Да, Степка? Угу. Вот эти поцелуи сотворили обыкновенное чудо. На самом деле есть такие детки в детских домах. Не все, правда, такие. Которым очень не хватает таксильного контакта, любви личного, взрослого, индивидуальной. И поэтому такие детки, чтобы не осознать ту реальность, которая находится, они останавливаются в развитии. Вот у него появилась сейчас внимательность к мелочам. Он как-то недавно мне говорит, вон Ларгус едет, белый. Я говорю, да, как у нас? Нет, не как у нас, говорит. Он белый, а у нас черный. Я говорю, как, Степа, у нас же белый, там белый. Нет, у него, говорит, ручки белые, а у нас черные. Я вообще не знал, что такое цвета. Красный, белый, черный. Он, в общем-то, не понимал. Он очень умный. Он очень умный, он очень талантливый, он замечательный, но просто всему свое время. Он тут всю улицу знает, со всеми знакомится, ко всем ходит в гости. И правда, пока Наталья делится планами, вот исполнится Степе 9 лет, и он пойдет, уверена она, в обычную среднюю школу, наш шустрый герой уже нашел себе нового друга. А это ваш шофер? В рядышком присел. А, ну так вот, он уже, что вы, он уже познакомился. Он быстро находит общий язык, он быстро очень знакомится со всеми. Пришли в паспортный стол, он моментально познакомился с начальником паспортного стола. Он влюбляет в себя всех. Он настолько обаятелен. Все, зови в гости. Скажи, идем кофе пить. Идем чай пить. Идем пить кофе. Дай-ка мне костюль. Пошли на доме. Врачи, рассказывает Наталья, до сих пор удивляются, что Степа ходит. Может даже пресс качать, а недавно у него появилась чувствительность в ступнях. Что при его диагнозе спинномозговая грыжа маловероятна. Эту грыжу Степе вырезали еще в роддоме, потому от него и отказались. Теперь, когда мальчик делает большие успехи, Наталья только одного и боится, чтобы его биологические родственники, родителями их назвать язык, не поворачиваются, не передумали. Боюсь до смерти, потому что настолько уже это ребенок родной стал, настолько уже, что мне вообще эту тему поднимать не хочется. Для меня надо очень болезненно. Я всем своим детям говорю, вы не обижайтесь, но я люблю его больше, чем своих двоих родных вместе взятых. Причем и мои родные его любят так же сильно, поэтому никто, в общем-то, особо не обижается. Вот. Но усыновить официально я его не могу. Почему? Почему? Ну, потому что я не смогу обеспечить его. Я живу только на пособия, наша семья живет только на детские пособия. Степа, ты помнишь детдом? Ну, не нравился тебе там или нравился? Как там вообще было? Весело? Я маму понравилась. Маму понравилась. Когда вот уже начинаешь общаться, уже видишь этих детей, оставаться прежде уже невозможно. Уже невозможно мимо пройти. Я всегда говорю, у меня одна только боль сейчас есть. Я счастлива со своими детьми, но у меня есть одна боль. Это когда я забираю детей из детского дома, это видеть глаза тех, кто там остался. Потому что я реально понимаю, что всем я, конечно, не могу помочь. Вот. Поэтому, в общем-то, Степка, говорю, случайно попал. Он такой, знаете, подарок от Бога у меня. Да? Угу. Да? Зайка моя. А поедем уже забирать? Нет, еще раз. На часах 12, а это значит, что скоро непривычная тишина в доме будет нарушена не одним почемучкой Степой. Через полчаса собираемся ехать за другими детьми, которые сейчас на учебе. Сначала выдвигаемся за старшим, Вовой. Он учится неподалеку, в обычной среднеобразовательной школе. И добирается до дома сам. Но сегодня дождь, и Наталья делает исключение. Да не надо вы меня снимать. Я не люблю. Не хочет она нас снимать. Не люблю я снимать. У Вовой непростой период. Мало того, что 17 лет трудный возраст, так еще и в семью попал совсем недавно. Два месяца назад. И сейчас идет притирка характеров. У нас есть два года впереди с ним. Он очень хочет. Но самое главное, что он очень хочет. Он очень хочет что-то узнавать. Он хочет адаптироваться. Понятно, что сейчас не самыми, может быть, рациональными, разумными способами он это делает. Сейчас он это делает через протест. Вова и Наталья познакомились через интернет. Мальчик написал, что хочет стать юристом, чтобы помогать таким, как он, инвалидам. Но получить нормальное образование в детдоме, где после 18 ему светил переезд в дом престарелых, было невозможно. Тетя Наташа обещала помочь. Я и согласился. После небольших раздумий Вова все-таки решился на интервью. Боялся то, что вот будет там плохо мне. Не то, что вот в материальном плане, в душевном. У меня просто, не знаю, у меня бывает такое плохое привыкание к людям. Вообще отношения у меня с людьми часто тоже не складываются. Я люблю в одиночестве быть. Цели у меня таким нету. Нет, чтобы одомашнить, чтобы таким быть. Нет. Я люблю вот свои сферы, у меня вот определенная цель в жизни. Я мне без разницы, что там был, что тут. Мне как-то все одинаково. С Андреем и Лизой попроще. Они младше, да и из детдома их Наталья забрала 10 месяцев назад. Уже привыкли. Хотя поначалу тоже было нелегко. Андрей категорически отказывался ехать в приемную семью. Ему столько страсти про приемную семью, что его в психушку сдадут, что, в общем, жить будет на помойке, просить милости. Ничего только там не говорили. А всю дорогу, пока я около него была, все Лизка около нас крутилась. Ну, я обратила внимание, девочка хорошая, понравилась. Они очень близко дружили, они были такими. Они по возрасту вместе, вообще как, ну, не знаю, они дружили. Они как брат с сестрой там в этом детском доме. О чем я ни капли не жалею, потому что Лиза вообще просто чудесный ребенок. Смышленая Лиза сегодня получила 4 по литературе. Она ходит в 5 класс, а вот ее сверстника Андрея пришлось отдавать 1. В детдоме его не научили ни читать, ни писать. Андрюшка, а ты стихи рассказывал сегодня? Да. Какую оценку получил? Ну, не поставили наклейку. Не наклеили тебе? Нет. Ну, ты хорошо рассказал все? Да. А я люблю кататься. Они в это лето накатались. Этим летом на Ларгусе, подаренном спонсорами, они накатали несколько тысяч километров. Сначала побывали на Каспийском море на Должанской косе, потом доехали до Москвы, поехали оформлять опеку над Вовой в Саранск. До столицы оставалось всего 500 километров. Ну, как было не показать детям Красную площадь? Пока Натальи нет рядом, спрашиваю Лизу и Андрея, где лучше, здесь или в детдоме? Лучше, чем в детдоме? Да, намного. Сравнивать здесь и в детдоме, вот чем лучше здесь? Ну, всем. В детдоме ничем, а здесь всем. Я научилась быть немножко аккуратной, а там нет. Вот это сравнила. Чуть позже Лиза все же смогла сформулировать главное отличие. В детдоме, там, не очень хорошо. Там говорят, что детдом, типа, это ваша семья и ваши братья и сестры, а я хотела все по-настоящему. Там не было мамы, а все с ней. Маму и Наталью дети зовут только за глаза. А так стесняются. Но, говорит глава семейства, она не зацикливается на этом. Дело же не в словах. Пока ребята настроены на откровенно, задаю еще один непростой вопрос. Про биологических родителей. Найти хочу, но как-то увидеть желание, что-то у меня пропало. А почему? Давай в колокольчик. Не знаю, я уже ездила. Не думала, что у меня как-то появится, раз она меня бросила. Вот я все время думала, что я ее как... Когда она придет... Ну, в общем, я ее как... Ну, вытяню. Угу. Прошу. Обижена на нее, да? Да. Я много о них знаю. Но интереса такого нету. А они о тебе знают? Конечно, знают. Как же без этого? Ну, не общаются, да? Или общаются? А им это тоже, наверное, не нужно и не так важно. Я говорю, для меня важно это получить высокую цель в жизни, в обществе. Я даже их в какой-то мере понимать начал. Если бы я тоже такого увидел, я говорю, тоже уяснулся, наверное. Нет никакой обиды. Сначала была лет 7-8, а потом понял. Конечно, вот такого глупого можно и выбросить. Простите. Они не просто при живых, они при успешных родителях. У них у всех социально успешные родители. Они не из асоциальных семей. У них у всех хорошие благополучные семьи. Во всех семьях сейчас практически есть другие дети. Но они не общаются. Нет, никто не общается. Хотя я знаю, что у нас Лиза очень хочет общаться с мамой. Я точно знаю, что сейчас она ее ищет в интернете. Буквально вчера она ее нашла. Впрочем, в большой семье так много хлопот, что некогда долго рассуждать на отвлеченные темы. В перерывах между интервью Наталья умудрилась приготовить обед. Ничего особенного. Жареная картошка с курицей. Но для тех, кто был в детдоме, любая домашняя еда – деликатес. Поначалу дети все время просили маму сделать им яичницу – невиданное лакомство. И категорически отказывались от пюре и гречки. Мы пюре не едим, это невкусно. И рассказали историю, как мальчика забрали на скорой, потому что пюре у него в детском доме в горле застряло. Сухое, на воде, без масла, без всего. Когда я им сделала, они были очень удивлены. Они вообще не знали, что пюре бывает такое вкусное. С гречкой то же самое. Они считали, что гречка сухая и жесткая. После обеда и приготовлением домашнего задания – время для отдыха. Вова виснет в интернете, Лиза достает карандаши. После того, как у нее появилась семья, выяснил, что у девочки способности к рисованию. Первую ее серьезную работу забрали на выставку. Любознательность Опа – тот самый, что в детдоме даже цвета не отличал. Еще неделю назад карандаши не знал, как держать. И теперь тоже тянется за старшими. Это что такое? Полоса. И ходя у него дыбом встал. Слушайте, еще лучше сегодня уже рисует. Вот у него рывками какой-то. Вот он буквально два дня назад вообще не рисовал. А это что ты рисуешь? Грыль. Нога. За ножками следи, чтобы ноги были ровные, как положено. Коленочки сгибай. Андрея с его диагнозом ДЦП не только школьную программу нужно догонять, но и учиться элементарно ходить. Когда Наталья его впервые увидела, он умел передвигаться только ползком. Андрей был, когда приехал, он вообще у него там, он был худой, как со свенцима. И пытался ползать. Он практически по дому старался ползком передвигаться. Вообще, конечно, жуткое зрение сейчас. Спина была вот такая круглая. За столом сидел вообще просто вот даже в кровати. Ой, какой он молодец. А сейчас, видите, у нас какая уже осаночка. Да, уже в офицерах можно. Все, подойди пока. Иди еще что-нибудь нарисуй. Вот он, наш офицер. Я их всегда учу так, что если ты упал, ты должен уметь вставать сам. Меня всю жизнь около тебя не будет, всю жизнь я не смогу тебя поддерживать. Поэтому ты в любой ситуации должен учиться справляться сам. Говорю, людей это несколько шокирует. Когда ребенок, инвалид, падает, а здоровая тетка рядом стоит и не помогает. Но это дает свои результаты. Вот Андрей в последнее время стал намного реже падать. 200 шагов у них норма в день. Каждой ногой. Бывает, конечно, меньше, бывает чуть больше. Весь наш тренажерный зал, все, что мы можем по площади себе позволить. А ведь детям нужна еще и беговая дорожка, и гидромассажная ванна. И в идеале по отдельной комнате. Понятно, что в маленьком доме, где они сейчас ютятся, все это недостижимо. Но Наталья руки не опускает. Она уверена, у них получится построить новый просторный дом. Понятно, что накопить самим никогда не удастся. Нужны минимум 3 миллиона. А они, 7 человек, живут на 50 тысяч рублей в месяц. Но весь мир, говорит Наталья, не без добрых людей. На сегодняшний день у меня уже нашли спонсоры, которые мне дали денег. И вот сейчас до холодов мы зальем фудами. У меня в среду приходит отрезать электричество. Перекидывать на тот дом, на тот, где мы сейчас живем. Как только отрежут свет, у меня придет бригада, разберет этот дом. И осенью у нас уже есть средства, мы заливаем фундамент. Ну, очень много простых людей. Ну, как сказать, очень много. Ну, вот 100 тысяч, они пришли, переводы были. Может быть, пару переводов по 10 тысяч. В основном по тысяче, по две, по три. 300 тысяч дал один человек. Вот на сегодняшний день из тех денег, что я собрала, просто человек один передал наличкой через знакомых. И при этом пожелал остаться неизвестным. На строительство дома Наталья открыла отдельный лицевый счет. Его можно найти на ее страницах в социальных сетях. За вечерним чаепитием вся семья позволяет себе немного помечтать. Мы же мечтаем о большой семье, большой столовой. Ну, может, если дом построите? Четырехэтажный. Построите? Да. Потому что мама может еще взять. А ты бы хотела, чтобы она еще взяла? Да. А зачем тебе? Чтобы дружить. Чтобы жизнь им отдавать. Там спортзал просто будет. Кому черный. А я не буду. Еще много детей еще будет. А еще будет комната. Ну, будет свой раздел, где можно побыть без мамы. И мамы без вас. Точно. Да, вот у мамы это больше мечта, чтобы где-то остаться одной иногда. Хотя бы на какое-то время. Родные по крови дочки Натальи, Полины и Алена не только во всем поддерживают маму, но и сами задумываются пойти по ее стопам. По крайней мере, Полина для себя решение уже приняла. Я своих, например, приемных хочу. Я поэтому и пошла на психолога учиться. Вот. Может, не с проблемой, конечно, по здоровью, но приемные точно будут. Свои приемные будут. Ну, а если мама еще надумает кого-то брать? Ну, уже надумали. У нас уже есть список. Я, конечно, хотела бы еще и здоровых детей, потому что, чтобы... Все равно я вот и советовала с психологами. И так считаю, что должен быть баланс между здоровыми и больными. Чтобы и здоровые где-то помогали, и эти дети уже учились жить в обществе здоровых людей. Для того, чтобы в этой жизни пробиться вам, да, вы должны уметь больше, чем здоровые. Вы должны работать больше, чем здоровые. Кстати, пока я монтировала эту программу, стало известно, что большая семья Натальи Кожаевой стала еще больше. Из московского детдома она привезла 4-летнюю Аню с крайней степенью истощения и диагнозом умственная отсталость. Впрочем, уверена, Наталья и с этими трудностями она справится. Нисколько в этом не сомневаюсь. На сегодня пока все. Удачи вам. Увидимся.